Приветствую вас. Сразу скажу, что я, наверное, согласен с вами в том, что если мужчина выбирает первый вариант, почти в одиночестве, то девочка стоит пересмотреть свои взрывные отношения. Нет, действительно так. Тут я с вами согласен. Второе. Что, что касается, значит, ваших вопросов в целом, то здесь такая история. Мне кажется, что вы подходите к вопросу отношений слишком рационально, то есть вы пытаетесь всё прочитать. Это не есть хорошо, это не есть правильно. Больше нужно чувствовать, да, что далеко не всегда все отношения складываются так, как они должны складываться. И мне кажется, что вы пытаетесь себя как-то защитить, вы пытаетесь себя как-то обезопасить. Вот. Но получается, это, конечно, слабо, потому что всегда есть человеческий фактор, который наиболее сильно проявляется именно в такого рода отношениях. Вот. Смотрите, значит, у обоих несколько дней отдыха, одинаковые даты, должен ли парень оплатиться на местный отпуск полностью, включая билеты на самолёт? Ну, как сказать, должен? Если мужчина такой, что он считает, что за девушку платить должен, значит должен. Если мужчина такой, что он не считает, что за девушку платить должен, значит не должен. То есть, изначально, какие у него взгляды, вряд ли эти взгляды кардинально изменятся. И предварительно требования к человеку нужны ровно такие, какие он сам для себя назначит. То есть, если мужчина позиционирует себя так, что он платит за девушку во всём, то он, наверное, да, в этом случае должен. Если не платит, то нет, не должен. Девушка как раз в это время несёт расходы по смене жилья и вряд ли сможет позволить себе путешествие материально. Парень в курсе. Какие есть варианты поведения для парня? Бравится бы путешествие одному, да, но это будет, по сути, означать либо очень свободные отношения, либо эгоистичность, скорее всего. Либо, ну, в редких случаях это понимание того, что, как бы, почему парень должен из-за девушки, тем более встречаться два-три месяца, как бы это немного, да, не ехать в отпуск. Тут, опять же, очень многое зависит от характера отношений, наверное, насколько вы близки, если близки сильно, то это одно, если близки не очень, это другое. Пригласив девушку за заём. Что интересно вы подразумеваете по заёмам? Если по заёмам вы подразумеваете кредит, то нет, не должен, потому что кредит гораздо хуже. Гораздо хуже брать кредит, чем приглашать девушку за свой счёт. То есть, я думаю, что кредиты в любом случае брать не стоит. Какие могут быть последствия для отношений в первом случае? Ну, опять же, все это отношения. Знаете, если отношения близки, последствия будут достаточно серьёзные, потому что это разрыв привычных отношений. Если отношения недостаточно близки, то это ничего страшного. Люди, как бы, поймут, вы занимаетесь своим делом, своими делами, он занимается своим делом, все довольны, как бы, все счастливо. Вот, если, к примеру, люди равны, то есть, в том смысле, что, вот, к примеру, девочка, поскольку она понимает, что несёт, как бы, расходы по смене жилья, да, то она, наверное, понимает, что, как бы, сейчас в своей жизни происходят, ну, перемены. Эти перемены хорошие, хочется верить, и, соответственно, она этим занята, и не переживает по поводу отпуска, да. Вот, если у девочки возникают обиды какие-то, ну, это вопрос, опять же, скорее к ней, а не к парню. Потому что, знаете, как сказал мой коллега правильно, Кудрячёв Игорь Леонидович, никто никому ничего не должен. Вот. В этой ситуации. Дальше, значит, какова может быть реакция девушки, о чём говорит выбор парня? Опять же, все зависит от людей. Знаете, вот вы такие вопросы задаёте, да, мы же не знаем, какая девочка, какой парень. Вот. То есть разные люди реагируют по-разному. Вот. Если у людей отношения свободные, европейские, то это нормально, никаких обидов ничего не будет. Если у людей более традиционные отношения, то, да, будет какие-то обиды, старые потенции, предъявы и так далее. Вот. У девушки реакция может быть от лёгкой обиды до, например, полного, то есть нет, от очень сильной обиды до разрыва отношений до полного принятия. Выбор парня может свидетельствовать как о том, что он просто чётко отделяет себя и девушку, что означает, что у него есть хорошие рамки, ну, личные границы, так и то, что он не заботится, не думает и как бы обесценивает её. Вот. Но выводы о том, что действительно на самом деле происходит, можно сделать только после того, как будут разобраны сами отношения и составлены хотя бы приблизительно психологические портреты обоих людей. Дальше. Своей точки зрения, скажу, что считаю, что парень должен пригласить и оплатить, либо не ездить на провести отпуск. Нет. Парень не должен, потому что, во-первых, мало встречается, у старых, ну, что значит, должен? Ну, это же не обязательно скакать. Это пожелание, он либо хочет это сделать, либо нет. Создать от него вам это, ну, я не рекомендую. Потому что устраивать отношения на двумя словами, это означает постоянно находиться под угрозой. Это заочарование, рано или поздно это наступит, вы будете ссориться. Эээ, так, значит, в ситуации выбора парнем первый вариант, девочке стоит предсмотреть свои взгляды на отношения. Ну, я уже сказал, что, в принципе, согласен, но еще очень важно здесь выяснить цель отношений. Понимаете? То есть, как бы, если девочка решает переезжать, то совершенно непонятно, ну, по своему жилью, да, то совершенно непонятно, почему она хочет, чтобы ее парень приглашал, либо приглашал ее, либо не ездил. То есть, как бы, вот над чем базируется такой подход. Еще раз повторяю, два-три месяца для тридцатилетних людей, это очень мало, это очень маленький срок. То, что вы спите друг с другом, да, то вам комфортно выстирать, ничего не значит. Вот. Такая вот история. Вам действительно стоит предсмотреть взгляд на свои отношения, если он видит один, потому что, какого, каких вы выбираете мужчин, во-первых, и насколько они соответствуют вашим ожиданиям. И, может быть, не стоит торопиться с ними, ложиться, как бы, совсем, да, вот. То есть, я, как бы, не к тому, чтобы вы не спали с мужчинами, да, я не к тому. Ну, я, я, говорю скорее про то, что вот, чтобы какие-то у вас ожидания есть, вы имеете на них полное право. Вы имеете полное право считать, что мужчина должен наплачивать. Вот. Ну, очень важно, чтобы и сам мужчина был таким же, чтобы он оправдывал ваши ожидания, а не просто так. Знаете, вот что важно. Так что, вот так вот можно вам ответить. Просто в противном случае, в противном случае, ситуация будет такова, что, просто я еще раз повторю, разочарование будет и обиды. Вот. Причем, мужчине, если он не оплатит, это означает, что он вот такой человек, и обиделся, да и будет от него ничего не стоить. Это не значит, что он плохой. Это значит, что, вероятно, те качества, которые вам не нравились, потому являются таковыми, благодаря вот тому, что он так себя повел. Поэтому здесь нельзя делать каких-то поспешных выводов. То есть, в первую очередь, нужно обратиться к себе самой, спросить, чего хочу я и что я делаю для того, чтобы получить то, что я хочу. То есть, нельзя получить все. Нельзя, например, переезжать, да, и одновременно там, и ехать в отпуск, к примеру, это слишком затратно. Нельзя при этом ожидать, что другой человек будет себя ущемлять. Потому что это тоже, если вы любите человека, если у вас есть в нему чувство, то вы хотите, чтобы он был счастлив. А счастливым его сделать отпуск. Вот. А в данном случае, вы как бы ориентируетесь больше на себя. То есть, хорошо, что вы ориентируетесь на себя, но ориентируетесь на себя за счет себя, а не за счет другого. Это более конструктивный подход к отношениям. Вот. То есть, вы просто будете более независимы в таком случае, в отношениях. Вот и все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok